Детально в цифрах, графиках и на конкретных примерах о том, что сделано, а что еще только предстоит, о главных показателях и достижениях Карачевского района. Свой отчет глава администрации, безусловно, начинает с промышленности. Ведь именно в устойчивом развитии ведущих предприятий – залог экономического благополучия района. Только флагманы промышленности сегодня обеспечивают работой около двух тысяч карачевцев. Акционерное общество «Карачевский завод «Электродеталь» является градообразующим предприятием нашего города. В рамках регионального плана по импортозамещению реализуют инвестиционные проекты в отраслях радиоэлектронной промышленности и гражданского авиастроения. Объем отгруженных товаров на производстве за прошедшие пять лет – это 9 миллиардов рублей. Важное место в промышленности района занимает акционерное общество «Метаклей» – предприятие по производству полимеров и наносидликатов. От промышленности к сельскому хозяйству – не менее важной отрасли в экономике. Агропромышленный комплекс Карачевского района сегодня представляют 12 предприятий, 30 крестьянско-фермерских и более 8 тысяч личных подсобных хозяйств. В 2018 году сельхозпроизводителями района получено более 73 тысяч тонн зерна в весе после доработки. Тогда как в 2014 году валовый сбор зерновых составлял 56,7 тысяч тонн. Произведено картофеля более 22 тысяч тонн и овощей 2,5 тысячи тонн. Особое внимание благоустройству и инфраструктуре. За последние годы заметно преобразились дороги, общественные территории и дворы Карачева. Кроме того, отремонтировано несколько домов культуры, открыт кинотеатр. Не меньшее внимание образованию. Вопросы зала о необходимости создания дошкольной группы специалисты регионального департамента образования решают незамедлительно на месте. В Дроновском сельском поселении нет детского сада. А детей в возрасте до 7 лет 22 ребенка, из них 6 детей в возрасте до 6. Это какая школа? Дроновская школа. Будет выделено финансирование на открытие дошкольной группы на 25 мест. На контроле в районе и кадровый вопрос. В этом году для привлечения молодых врачей приобретено 12 квартир. Продолжается строительство 18-квартирного дома. Жилье в нем получат медики и дети-сироты. Ведется работа и по подготовке будущих инженеров. Приняли решение, взяли финансирование на себя. И сегодня сделали 11 центров технического образования. Где у вас, вот сегодня глава говорила, 117 ребят учатся. Которым не надо мамам или папам платить репетиторам деньги. А государство область платит. И сегодня бюджетные специальности в технических вузах все заняты. Ребята учатся. Вопрос от молодежи. Конечно, о спорте. Наконец завершается строительство многострадального стадиона в Карачеве. Всего же футболом, баскетболом, легкой атлетикой и другими видами спорта в районе сегодня занимается более 7 тысяч человек. Молодежь должна заниматься спортом. Мы вернули программу по Газпрому. И сделали ледовую в Суземке, ледовую в Климове. Фок с бассейном в Клинцах. И спортивный комплекс в Почке. Еще подтягиваем те, которые закладывали до нас. Мы сделали в Сураже недостроенной, в Камаричах. Значит, сегодня достраиваем плавательный в Климове. Но если не ледовый, то фок с бассейном должен быть и у вас. Это очень важный вопрос, наверное, для вашей молодежи. Строительство спортобъектов, школ и детских садов, капремонт и комфортная городская среда. В ходе полуторачасовой встречи в центре внимания оказались все ключевые направления, обозначенные в национальных проектах. В целом, на реализацию нацпроектов в регионе за ближайшие пять лет будет направлено свыше 36 миллиардов рублей. Кристина Петхилава, Игорь Винничук, События, Карачев.